О чем говорил президент Татарстана на полях инвестфорума в Дубае? Интернет и цифровая экономика набирают обороты. И кто из нефтяников попал под прицел антимонопольной службы? Здравствуйте! В эфире новости экономики в студии Ренат Хуснудинов. На днях президент Республики Рустам Миниханов во главе делегации Татарстана посетил инвестиционный форум в Дубае. На форуме глава Республики рассказал об инвестиционном климате в Татарстане. Также он отметил, что Татарстан одним из первых среди регионов России принял закон об инвестиционной деятельности. Согласно закону, инвестиции в регионе не подлежат национализации и не могут быть подвергнуты конфискации. Воспользовавшись предоставленной трибуной, Миниханов пригласил участников форума на Казань-саммит, который пройдет в столице республики 10-12 мая. Ответил президент и на вопрос о крупных зарубежных партнерах региона. Очень большие инвестиции в Турецкие республики. Сейчас активно работаем с Китаем, Соединенные Штаты Америки. То есть представлены все страны. Если взять инвестиции в основной капитал, в целом если взять, вот мы где-то 11 миллиардов долларов инвестиций в основной капитал по прошлому году. Я думаю, в этом году эта цифра будет. За последние пять лет объем цифровой экономики в России вырос в пять раз, достигнув более 4 триллионов рублей. Еще в 2012 году цифровая экономика занимала лишь 1% ВВП. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров. За это время существенно выросли объемы рынков, связанных с интернетом. На сегодняшний день этот показатель составляет 24%. Число пользователей сети интернет в России также постоянно растет и достигло 88 миллионов человек. С развитием цифровой экономики бизнесмены для продвижения своих товаров все чаще уходят в интернет-пространство. Причиной тому стали доступность высокоскоростного интернета, также меняется темп жизни, возраст и мобильность. Покупать сети стало проще и быстрее. Татарстанцам такой вид шоппинга пришелся по вкусу, поэтому рынок зарубежных онлайн-покупок в республике вырос почти до 5 миллиардов рублей. Еще в 2014 году этот показатель был равен 2 миллиардам. С такими цифрами Татарстан вошел в десятку городов, которые тратят сети больше всех денег. Популярными товарами традиционно становятся бытовая техника, электроника, а также одежда и обувь. Самый стремительный рост показали такие категории, как автозапчасти и продукты питания. Эксперты ожидают, что в ближайшие годы объем рынка интернет-покупок в регионах вырастет до 51%. Россия является одной из ведущих стран в мире по добыче энергоресурсов. К тому же некоторые крупные нефтяные компании ведут свою деятельность на территории Татарстана. Занимаются они не только добычей, но и переработкой нефти, где конечным продуктом является автомобильное топливо. За деятельностью нефтяников пристально следит Федеральная антимонопольная служба, чтобы те не нарушали законодательство. Под прицел антимонопольщиков попала и татарстанская компания ТАИФНК за создание дисбаланса на рынке. По мнению ведомства, компания увеличила поставки бензина и дизельного топлива на экспорт и одновременно сократила поставки на внутренний рынок. Действия привели к ограничению предложения, вследствие чего увеличилась цена товара. ФАС имеет соответствующая и вообще государственная служба, завязанная на налогах, на таможенных пошлинах. ФАС вполне могут отрегулировать ситуацию, за счет чего экспортная пошлина. Самый кардинальный механизм – это экспортная пошлина. На те поставки, которые на зарубеж, надо наложить дополнительные экспортные пошлины. Это рыночный механизм нормального государственного регулирования. Тогда цена сравняется, продажи нашего бензина там, которые там существуют. Они не будут извлекать соответствующие. Прямой запрет хуже. Ведите экономические рычаги и отрегулируйте ситуацию сразу. ФАС дал обязательство, что цена на бензин не будет выше уровня инфляции. То есть рост цен не будет выше уровня инфляции. 4% заложили в этом году, значит не больше, 5%. Это гораздо больше. Это больше 10%. Значит ФАС должен соблюдать свои обязательства, использовать все механизмы. И другие службы, не только ФАС, которые должны контролировать ситуацию на соответствующем рынке. Компания «Унистрой» уже более 20 лет осуществляет свою деятельность на рынке недвижимости города Казани. И с 2014 года при помощи ЖНК «Жилищные возможности» реализуется программа рассрочки. Вам не требуется подтверждение доходов с правок поручителей. Вам необходим только паспорт и желание жить в новых комфортабельных комплексах от компании «Унистрой». Приобрести квартиру в ЖНК было совершенно несложно. Ограничения по возрасту отсутствуют. За один день мы все это оформили. И когда сдался дом, я въехала в свою хорошую квартиру. Это удобно, выгодно, без переплаты. И самое главное, можно использовать материнский капитал. Очень удобно, не нужно страхование оформлять. Нам подошло, мы взяли. Основными аргументами в пользу выбора жилищно-накопительного кооператива для меня является минимальный пакет документов. И я сам контролирую свой ежемесячный платеж. «Унистроим города» Это были новости экономики. Смотрите нас каждый будний день на телеканале «Татарстан-24». Самыми актуальными комментариями от наших экспертов. Также мы рассказываем обо всем, что волнует татарстанцев. С вами был Ренат Куснудинов. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин